Ну вот это как раз и есть сумка. Экстрамидная помола, за какую мы ходили бы помогала. 52-летний фельдшер изюмской подстанции скорой помощи Сергей Боцман показывает сумку с медпрепаратами. Говорит, с ней не расставался с начала полномасштабного вторжения России. Собрал ее в начале марта, пополнял по мере необходимости все время, пока изюм был оккупирован. Сергей вспоминает, родной город стали нещадно обстреливать через неделю после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Там пропала мобильная связь, люди не могли дозвониться в скорую, медиков местные вызывали, лишь добравшись до отделения и оставляя записки. Отправить машину к пострадавшим тоже не могли, к пациентам ходили пешком. Мы здесь оставались вначале втроем, ходили по городу с каталкой, по возможности переносили, носилками помогали люди, соседи, чтобы все доставить в больницу. И проезжать было невозможно, это было все усеяно осколками, которые резали шины, ты не доедешь практически. В день было до 30 пациентов, рассказывает фельдшер. Помогали людям с миновзрывными и осколочными ранениями, травматическими ампутациями рук и ног. Сергей говорит, к концу дня просто валились с ног, а утром снова собирали раненых после обстрелов. Российские военные после многочисленных проверок и досмотров дали возможность бригаде Ботсмана работать и помогать людям. Нам не доверяли, нас не любили. Ну, наверное, давали нам возможность оказывать помощь, понимали, что другим просто некому. Почему? Потому что точно так же мы были в своей форме. Точно так же с шевронами нашей Украины, с гербом. И они знали, что мы работаем, этого не скрывали. Но Украина, мы украинские, медики украинские. Украинская скорая. Водитель скорой Максим Игнатенко рассказывает, когда дороги после обстрелов расчищали, возникала другая проблема. Где взять топливо и как чинить машины, которые неоднократно попадали под огонь. По пути следования с больным попали под кассету, попадали под миномет, когда забирали больного тоже с адресом. Выбора остаться или эвакуироваться у травматолога изюмской городской больницы Юрия Кузнецова не было. 6 марта во время массированных обстрелов он был на дежурстве. А на следующий день никто не вышел его заменить. В больнице тогда было больше 70 человек. И врач вместе с пациентами спустился в подвал, который стал для Юрия и домом, и местом работы, пока город не докупировали. У нас была манипуляция операционная, и аптека, и все здесь было у нас. И приемная, и успокоительная, потому что люди не начали. В подвале Юрий четыре раза принял роды. Провел почти четыре сотни срочных операций. Говорит, сейчас уже сложно вспомнить всех своих пациентов, но они сами уже приходят и благодарят за спасенные жизни. Для меня самым большим было признанием то, что одна женщина сказала, что Юрий Ильинич, я когда узнала, что есть скорая ездит под бомбежками, есть вы, которые оказываете помощь. Мы поняли, что город жил, живет и будет жить и развиваться. Юрию в больнице помогал младший медперсонал. Медсестра Ирина Орлова в подвале также провела почти полгода. Говорит, это сейчас уже адреналин ушел, и теперь единственное желание все время плакать. Весной и летом под оккупацией такого себе не могла позволить. Надо было поддерживать и коллег, и пациентов. Мы плакали и все, и кричали, но больше было, знаете, какой-то тихой депрессии, когда ты не понимаешь, что тебе делать. И когда тебе подходит, Ир, это закончится скоро. Говорю, девочки, два-три дня. Вот два-три дня, говорю, мы пойдем домой. Ирина говорит, важно, что никто из оставшихся в оккупации врачей не погиб, и все продолжают работать. Никто из медиков Изюмской городской больницы после деоккупации в отпуск не пошел. Ведут прием пациентов в остановленных первых двух этажах разрушенной городской больницы. Но главное, что уже в свободном от российских войск Изюме. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой. Из Изюма. Для телеканала Freedom.